Шире губы отечественной улыбки! Ура! 25 лет. Все вы перед входом сдали вот сюда анкеты. Поднимите, пожалуйста, руки, кто анкеты сдал. Раз, два, три, пять, нет, десять. Вот ящик, пожалуйста. Да. Хорошо, что вы сдали анкеты. Дело в том, что мы их уже обработали. Мы анкеты ваши обработали, и пока вы рассаживаетесь, мы впервые за 25 лет существования журнала, мы задумались о том, кто же наша целевая аудитория, и решили ее, что называется, посчитать. Мы раздали вам всем анкеты, вы на них ответили, огромное вам спасибо. Мы эти анкеты вынули, ну даже еще не вынимали, вот, но уже успели обработать. Итак, что мы имеем на сегодняшнем концерте? 100% наших зрителей имеют понятие о высшем образовании. 324 зрителя пронесли с собой в зал 112,5 литров крепких спиртных напитков. Что уменьшило выручку буфета на 74 428 рублей. 10% наших зрителей сегодняшних это люди, готовые отдать полторы тысячи рублей просто за войти погреться. 50% зрителей принесли с собой в Кады. Пожалели о потраченных на билет в деньгах 100%, из них 50% считают, что дорого, 30% что очень дорого, и 20% как дорого. 12% зрителей пожалели о том, что пришли еще до того, как вышли из дома. 10% наших зрителей пришли в Центр культуры Урал на танец живота. Но ошиблись в ходом и ждут, когда же мы начнем танцевать. Но танцевать мы не начнем, хотя живот у нас есть. Купили нашу книгу внизу, 50%. Продали, но уже дороже, 50%. Страдают от лишнего веса, 30%. Не страдают от лишнего веса, 70%. Один человек вообще не парится. 100% наших зрителей не могут позволить себе отдых в Турции и Египте. Трое мужчин с именем Николай указали свое имя как Елена. Почерк одинаковый. И лишь один указал свое имя как Николь. Среди наших зрителей и читателей, зрителей, сегодня есть трансгендеры. Супружеская пара с этой редкой фамилией почти у нас в своем присутствии. Ну а если обобщить другие данные, то получается следующая информация. Наш обобщенный, усредненный читатель Красной Бурды это абоненты сотовой связи с номерами, вторая цифра которых 9. Нас читают смотрители маяков, оставшиеся без связи, снабжение, туалетной бумаги, а пазлы уже затолпали. Нас читают мужчины, беспочвенно заподозренные в супружеской верности. Женщины, не отслужившие свое, оборудованные глазами, годные к перелистыванию страниц. Мужчины, добившиеся успеха у женщин и еще не уснувшие. Существа, состоящие из воды на 80%. Обоего пола и обоего семейного положения. Сотрудники юмористического отдела ФСБ, кстати, привет вам. Большой процент наших читателей составляют вышибники и зупи. Немалый процент наших читателей, это вынужденных читателей, дети до 3 лет, которым пофигу, что читают родители. Или дети, оставшиеся без присмотра и изучившие уже папин пентхаус. Граждане, владеющие русским языком как инструментом межполового общения. Матери-героини в свободное от подвигов время. Прямоходящие млекопитающие, способные добывать пищу, огонь, самок и журнал. Статистика, забавная штука, но она сообщает, что нас читают некурящие грамотные лошади. Владельцы крупного рогатого мотоцикла. И Чарли Чаплин посмертно. Всем вам аплодисменты, друзья. Да, но еще один пункт, который, я надеюсь, вы заметили в анкете, это лучшая шутка за четверть века. Вам было предложено выбрать несколько штук или писать свою. 176-я. Там была указана 857-я, но вы выбрали 176-ю. Это хорошо. Но мы провели, обработали все анкеты и пришли к выводу, что лучшая шутка Красной Бурды за 25 лет существования звучит так. В продажу поступили фальшивые елочные игрушки. С виду они как настоящие, но радости от них никакой. Спасибо.